В нашей студии первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области Александр Юрьевич Бударин. Здравствуйте, Александр Юрьевич. Добрый вечер. Александр Юрьевич, 2016 год, который подходит к завершению. По вашему мнению, насколько он был продуктивным для Орловской области? Какие проблемы удалось решить и какие достижения вы можете выделить сегодня? Думаю, что 2016 год уходящее был действительно интересным и продуктивным. Это в первую очередь год 450-летия Орла. И будучи годом праздничным и для нас знаковым, это было время подведения различных итогов. Мы помним, что с юбилеем были связаны завершения строительства многих объектов, как инфраструктуры, так и объектов образования. Мы построили несколько школ, отремонтировали школы, реконструировали, построили детские сады, ввели в действие набережную, построили, по-моему, 8 памятников на территории города Орлановых появилось. Нельзя не сказать о самом главном, из-за которого такой интерес к Орловской области. И этот памятник, конечно, безусловно. Но я напоминаю, что их было за год поставлено 8. Мы можем брать интересы, но люди могут сами пересчитать. И было сделано действительно по-настоящему много во всех секторах нашей экономики. Мы получили в 2016 году, создали опорный вуз. Первый за пределами Москвы, опорный вуз в Центральном федеральном округе. Проект себя оправдал, по-вашему? Безусловно. Проект себя оправдал. Те задачи, которые ставились, а это большие стратегические задачи, без которых любые другие задачи, связанные с развитием инвестиций в регион, невозможно. Если мы не сумеем привлечь хорошую образованную молодежь, создать ее и закрепить на территории области, ничего другого не получится. И второй университет становится центром притяжения различных исследований. Помимо университета, мы в 2016 году в структуре университета совместно с правительством Орловской области создали и университетскую клинику, которая тоже сегодня стала примером для многих субъектов. И мы знаем, что буквально недавно у нас было выездное заседание Комитета Государственной Думы по здравоохранению. И наш вот этот опыт получил очень большую и высокую оценку. Депутат Госдумы Дмитрий Морозов. Да, конкретно Дмитрий Анатольевич Морозов, представитель Комитета по здравоохранению. Помимо него были и другие уважаемые коллеги, и коллеги из многих весьма известных и уважаемых субъектов Российской Федерации. Все это очень важные вехи. Мы в этом году собрали очередной раз уже. Сегодня мы можем говорить о том, что мы встали уверенно на 3 миллиона тонн зерновых. Несмотря на то, что конец лета сильно подвел нас, и погода, мы помним, была очень не способствовала ни уборке, ни окончательному созреванию урожая. Но все-таки вложенные меры позволили быть уверенными, что мы соберем эти 3 миллиона, мы их собрали. У нас очень важными явились многочисленные визиты на территорию нашей области. Кого из гостей можете отметить особо? В первую очередь, и безусловно для всех это важнейшим, был первосвятительский визит святейшего патриарха Московской Руси Кирилла, который бумал у нас, который служил у нас в Богоявленском соборе, в соборе иконы, Смоленской иконы Божьей Матери. То есть это очень важный для области знак был, поскольку это первосвятительский, это означает, что впервые в истории Аровской области церковный чин такого уровня побывал на нашей земле. И в молитвенном стоянии наши горожане, гости нашего города смогли приобщиться с совместной молитвой с святейшим патриархом. Что вам лично в душевном, в духовном плане дал этот визит, общение с патриархом? Ну, во-первых, было очень любопытно, как по-человечески, близко увидеть патриарха, иметь возможность посмотреть на него, пообщаться там, где это было возможно. Я уверен, что патриарх человек очень значимый, и его оценка тому, что сделано на Орловщине, для нас была очень важна. Вы знаете, что он посетил, помимо вышеназванных храмов, еще и строящийся православный храм и целый православный центр, который сегодня возводится в поселке Гать. Он осветил купола, которые сегодня уже водружены, и завершает строительство храма. Я думаю, что в ближайшее время там состоятся уже первые службы. Вот. И все это очень важно для нас, то, что мы стоим на верном пути. 2016 год стал годом расширения бизнес-контактов. Каких зарубежных партнеров, какие проекты можете выделить особо? Ну, вы знаете, у нас было действительно много гостей, гостей дипломатических, которые в рамках своей программы работы в Российской Федерации посещают субъекты Российской Федерации. И нам отрадно, что вновь назначенные послы в числе первых субъектов, которые они ставят себе в график для посещения, выбирают Орловскую область. Орловская область в этом смысле вызывает у них достаточный интерес. Вот буквально, по-моему, пару недель назад у нас был вновь назначенный посол Индонезии. И мы обсуждали с ним, ну, понятно, что Индонезия далекая страна. И построить с ними какой-то такой содержательный бизнес в тех реалиях, в которых мы находимся, едва ли возможно. Однако у нас уже сегодня учатся в университете студенты из Индонезии. И мы с господином послом обсуждали возможность существенного расширения и предоставления образовательных услуг широкому кругу студентов из Индонезии. Для нас это важно. Послы Ирана, здесь речь шла уже о деловом сотрудничестве. Послы Туркмении. Делегация Республики Словения. Делегация Республики Словения. Там рассматривались уже конкретные проекты, которые в ближайшее время будут уже... Ну, то есть там идет уже вопрос о создании бизнес-планов. Это такой уже достаточно проработанный проект. Речь даже идет о строительстве предприятий, которые очень нужны Орловскому региону. Сети предприятий. Если все сложится, как мы предполагаем и как предполагает славянская сторона, то там будет такое предприятие с замкнутым циклом, которое будет производить конечную продукцию, востребованную не только в Российской Федерации, но и в Европе. Не буду забегать вперед, там делиться планами, поскольку сложная экономическая ситуация не только в Российской Федерации, да, она и для Европы сегодня может быть даже более сложная. Но даже в этих обстоятельствах бизнес ищет интересные контакты, и Орел выбирается в числе первоочередных. Ведь на самом деле наши возможности, они достаточно большие. Если из точки центра Орла провести окружность диаметром 500 километров, радиусом 500 километров, то у нас в это пространство попадает 50 миллионов человек, это треть российских граждан. То есть буквально в небольшом географическом реале вокруг Орла размещается треть российских потребителей. И это привлекает иностранных инвесторов, поскольку это не просто российские потребители, это концентрированные российские потребители, это платежеспособные российские потребители. И эти обстоятельства учитываются инвесторами при рассмотрении планов инвестиций в Российскую Федерацию. Я думаю, здесь выступает сегодня в числе приоритетных направлений. Посмотрим, как это будет реализовываться в конкретных проектах, в какие сроки. Но я убежден, что вот эти обстоятельства, они обязательно сыграют свою роль в развитии. Ну, по крайней мере, правительством Орловского региона предпринимается, делаются большие шаги для того, чтобы от слов перешли к делу. Безусловно. 2017 год у нас пройдет под знаком экологии. Какие проекты будут реализованы в Орловской области? Что будет сделано? И готовы ли мы уже к году экологии? Он действительно президентом объявлен год экологии. Одновременно вступает в действие ряд нормативно-правых актов, которые рассматривают, ну, то есть, сформируют целое поле нормативное, связанное с оборотом твердых коммунальных отходов. Это внесены изменения в 24 федеральных закона. То есть, по существу, сформирован целый свод нормативно-правых актов, и он предполагает решение многих организационных задач, технических задач. Подготовка к нему ведется последние несколько лет. И могу с удовлетворением сказать, что мы здесь находимся в числе передовиков по формированию региональной нормативно-правой базы, по формированию планов территориального размещения твердых коммунальных отходов, методикам и нормативно-правым актам по выбору регионального оператора обращения твердыми коммунальными отходами. И, в целом, мы здесь зарекомендовали себя достаточно неплохо. Мы имеем проект строительства современного полигона вместе с устройствами по оборудованию, а точнее уже промышленным оборудованием по переработке твердых коммунальных отходов, по сортировке и последующей переработке полезных фракций. Остается дело, ну, безусловно, еще многое нужно сделать для того, чтобы все это заработало. Однако, ситуация с нормативно-правым полем сегодня такова, что только три региона предъявили достаточно высокую готовность. Но среди них мы и Татарстан. В том числе мы и Татарстан, да. И до сегодняшнего дня правительство Российской Федерации окончательного решения по срокам введения вот этих нормативно-правых актов федерального уровня решений не приняло. И, возможно, ряд из них будет перенесен на 2019 год. А готовы ли мы стать пилотным проектом по реализации ряда направлений? Чтобы с нас брали пример. Мы готовы, но все-таки нам бы хотелось жить в рамках федерального правового поля. И губератор поставил задачу, что если федеральные законы позволят нам действовать самостоятельно, то мы должны быть к этому, безусловно, готовы. Мы предпримем все усилия для того, чтобы в случае, если такое разрешение федерального центра будет, то мы можем оказаться в числе пилотных проектов федерального уровня. Поэтому техническая готовность у нас близка, нормативная, высокая. То есть мы следуем полностью в русле дорожной карты, которая предложена для реализации федерального законодательства в этой сфере. Поэтому я не вижу оснований у нас нет того, чтобы оказаться в отстающих. 2016 год, к сожалению, был омрачен ситуациями некоторыми, например, массовое отравление в Иркутске. Президент России Владимир Путин уже поручил правительству ужесточить правила производства и оборота бытовых и лекарственных товаров. Как вы считаете, помогут ли эти меры, насколько они действенны и какова острота проблемы в Орловском регионе? Я уверен, что они своевременные и действенные. Мы также вводим запрет на течение одного месяца на реализацию спиртосодержащей продукции, в том числе и применяемой для бытового назначения, что соответствует распоряжению главного санитарного врача, руководителя Роспотребнадзора Российской Федерации. Буквально вчера мы это соответствующее совещание проводили. И сегодня у нас после нашей с вами встречи мы приглашаем соответствующих руководителей, и мы введем этот полный запрет в течение месяца. Это, конечно, большая трагедия, и бороться с ней, безусловно, нужно, в первую очередь предлагая потребителям нормальную продукцию. То, что сегодня алкогольный рынок достаточно зарегламентирован, что не позволяет всегда, когда мы бы хотели, у нас имеется больше возможности предлагать нормальную продукцию наших потребителей, чем мы сегодня это делаем. Вы знаете, что у нас до сих пор не работает Ливинский завод «Этанол», у нас не работает Национская крепость, не на полную мощность, значительно меньшую мощность, работает Турловский завод «Кристалл». Это не связано с нашими обстоятельствами, это связано с определенными требованиями регламентации этого рынка в целом. Вместе с тем, думаю, что меры, принимая федеральным правительством, сегодня позволят все-таки расширить предложение нормальной продукции. Вы знаете, что мы со своей стороны ввели ограничения, полное ограничение на так называемые легкие алкогольные коктейли, они запрещены к продаже на территории Орловской области. Мы также ограничили время продажи алкогольной продукции, что тоже приводит. У нас, несмотря на то, что все эти меры, остаются отравления от алкогольной продукции, но все-таки здесь у нас их не так много. Наши люди как-то приспосабливаются, и не так много, как в других регионах, используют бытовую химию, по сути бытовую химию, как алкогольную продукцию. Но вот в преддверии новогодних праздников работа силового блока будет активизирована в этом направлении? Оно уже активизировано. С момента, когда случилась трагедия в Иркутске, были приняты решения губернатора о том, что созданы комплексные комиссии, которые проводят обследование всех торговых точек и выявлены фальсифицированные и иная продукция, изымается из хозяйственного оборота. Сегодня это дополнительные меры, которые... Те решения федерального центра, которые состоялись уже после наших решений, они просто дают нам дополнительные возможности к изъятию этой продукции. Но вы сейчас перечислили список проблемных предприятий, отрасли. Есть ли какие-то пути по выходу из кризиса? Знаете, мне кажется, мы немножко сгущаем краски. Дело в том, что завершая год, мы можем сказать, что валовый региональный продукт в Орловской области в течение этого года вырос на 6%. Это неплохой показатель. 6% рост. Если мы говорим о отдельных предприятиях, которые часто бывают на слуху, то их доля в этом объеме не так велика. Вы представляете, на самом деле мы производим на 90 с лишним миллиардов сельскохозяйственной продукции, на 100 с лишним миллиардов продукции промышленного назначения товаров и услуг. То есть в этом смысле экономика у нас достаточно в неплохом состоянии. И сегодня я не могу сказать, что экономику Орловской области можно характеризовать как кризисную экономику. За исключением отдельных локальных предприятий. Но у нас все-таки на территории области находится как минимум сотни предприятий. И судить по одному-двум предприятиям, на которых часто недобросовестные собственники или неквалифицированный менеджмент довел это предприятие до печального обстоятельства, все-таки нельзя это переносить на экономику всей нашей области. Это просто несправедливо ко многим-многим предприятиям, которые работают достаточно успешно. Мы видим с вами, что мы выходим и на производство новой продукции. То есть, как всегда, кризис для кого-то дает новые возможности. У нас с новой продукции, высокотехнологичной, высокоэффективной сегодня выходит протоном Электротекс. У нас с новой продукции выходит Таврида. У нас достаточно... Лив-гидромаш нельзя не отметить. Лив-гидромаш нельзя не отметить. Да, весь куст ливенских предприятий, у которых там интереснейшие инженерные решения. И вопросы, связанные с импортозамещением по целому спектру промышленной продукции, необходимой, и как для нефтяной, газовой, нефтеналивной. И там, вы помните, огромный спектр. В этом смысле мы ввели новые мощности элеваторов, мы ввели новые мощности по производству продуктов питания. На Знаменском СГЦ вы видели 5 миллиардов рублей вложено дополнительных инвестиций в производство так называемой ветчины, хотя там под ветчиной понимается широкий спектр. Руководитель СГЦ совсем недавно получил награду. Высокую правительственную, государственную награду, медаль ордена заслуги перед Отечеством второй степени. У нас 4 миллиарда вкладывает керамомарации в развитие собственного производства, и в ближайшее время у них будет новая востребованная продукция. То есть сказать, что экономика наша находится в кризисе, я не могу. Но и статистические данные об этом говорят. 6% рост валово-регионального продукта – это весомый вклад. 210 миллиардов у нас никогда не было. Если даже мы вычтем инфляционный, все равно у нас выше, чем в прошлом году. У нас продукции промышленного производства больше 100%. Поэтому судить по отдельным предприятиям во всей экономике – это несправедливо. Я вообще бы думал, что нам нужно этот тренд поменять. Мы намного лучше, чем сами о себе думаем. Мы часто себя принижаем, в то время как… Есть о чем говорить положительно. Есть о чем говорить положительно во многих-многих секторах. Возвращаясь к тому же университету, мы с вами видим, сколько там сделали люди в течение одного года. Открыт впервые университетский лицей. В 2017 году будет два детских сада университетских, и у нас получится непрерывное образование от детского сада до доктора наук. Мы впервые об этом проекте говорим, если возможно, поподробнее. Конечно. Ну, во-первых, лицей у нас уже работает с 1 сентября. Это Муценский на базе факультета, который Муценского факультета, филиала. То есть там мы решали несколько задач. В первую очередь нужно было одной из лучших школ области, Муценскую гимназию номер один, создать для нее нормальные условия для деятельности, потому что они работали в зданиях 19 века, которые уже к этому моменту пришли в полную негодность, и содержать детей там дальше было невозможно. И вот посоветовавшись с руководством университета, мы пришли к такому интересному решению, что, слушайте, давайте объединим усилия, то, как это мы делали при создании клиники, то, как мы это делаем при других, и объединили, и создали в структуре университета лицей. Это первый университетский лицей, находится в Муценске. В планах у нас собирать одаренных детей и формировать уже лицей по итогам областных олимпиад, по итогам каких-то иных интересных событий, с тем, чтобы иметь возможность привлекать одаренных детей и формировать вот этот вот новый такой класс, с тем, чтобы дать им возможность получения более глубокого образования. У нас много удач наших спортсменов. У нас есть мальчик Никита Волков, не знаю, знаете ли вы, 13 лет, чемпион мира по шашкам. Это наш мальчик, вот здесь рядом, в первой школе учится. То есть мы намного лучше, чем сами о себе иногда думаем. Проверьте, это должно стать нашим лозунгом. Но если говорить о позитивных показателях, нельзя не отметить дорожную статистику. Сотрудники ГИБДД говорят, что аварий становится меньше. Одна из причин – это улучшение качества дорог. Предлагаю подвести некоторые итоги и в этой сфере. Какие проблемы удалось решить? Что будем делать в следующем году? Будем строить, будем ремонтировать, будем строить новые дороги везде, и в городе Орле, и преимущественно по территории области. Огромное количество работ удалось сделать, что-то не успели сделать, что-то специально отложили с тем, чтобы делать это в нормальных погодных условиях и добиваясь высокого качества. Где-то потребуется применение гарантийных санкций. Не без этого. Мы люди объективно. Но любой объективный человек не может не признать, что дороги у нас принципиально улучшились. Я как автолюбитель практически каждый день сам езжу за рулем и не нарадуюсь. Буквально на днях проходил совет председателей комиссии по территориальной ситуации Центрального федерального округа в Калуге. И вот мои коллеги, председатели, некоторые из них проезжали по территории нашей области на совещание. Положители отзыва. И все меня спрашивали, как это удалось сделать, какие меры. Много что удалось. Мы оказались в числе передовиков федерального уровня по привлечению средств федерального бюджета. Но это ко многому обязывает. В будущем году. Конечно. То же самое. Продолжим. Конечно. Будем стараться. Понятно, что отчасти это были деньги, которые были связаны и с юбилеем нашего города. Это было в том числе и, так скажем, заковытие, на подарок Министерства транспорта нам. Но все же сегодня уже мы многому научились, создали какую-то новую инфраструктуру. Поэтому 2017 год – это, в первую очередь, год развития инфраструктуры. Это дорожная инфраструктура, это коммунальная инфраструктура, в том числе и на селе. Потому что в числе вопросов, которые задают нам граждане часто, остается вопрос, связанный с водоснабжением, водоотведением. Соответственно, много мы предполагаем сделать в вопросах развития системы водоснабжения на селе. Будем... Эти планы у нас достаточно большие. Строительство новых дорог, в том числе и совместно с нашими сельхозтоваропроизводителями по программам Министерства сельского хозяйства. В первую очередь, здесь нашим партнерам будет выступать Мироторг. И это важно сегодня, поскольку в ряде районов, пользуясь дорогами общего пользования, грузовики Мироторга все-таки нанесли им существенный ущерб. Будем стараться делать так, чтобы этого ущерба было исключить или существенно уменьшить. Ну, хорошо, когда инвесторы понимают и проводят совместную работу с регионом. И законы дают такую возможность. Александр Юрьевич, сегодня все субъекты России пытаются привлечь туристов, и туросфера в своем регионе, она становится все более конкурентнее. Чем Орловская область собирается привлекать туристов в будущем? У нас имеются традиционные ценности, мы остаемся третьей литературной столицей, и у нас федеральные объекты пользуются огромным спросом. В первую очередь это Спаско-Лутовинова, который является таким большим магнитом для туристов в Орловской области. Вместе с этим у нас сегодня разрабатывается ряд программ. Ну, во-первых, у нас есть федеральная целевая часть в федеральной целевой программе развития туризма. Речь идет и о развитии туризма Орловских усадеб, это то, что касается развития наших маршрутов. Напомню, что Орловская область вместе с корпорацией ГРИН выиграла конкурс Министерства культуры и туризма по развитию делового туризма в Орловской области. И в планах ГРИНа они не меняются. То есть мы, как предполагали, в развитии имеющегося уже туристического и делового центра, которым все активно пользуются, не только мы, но и практически весь центральный федеральный округ. Вы видите, сколько мероприятий, совещаний, различных симпозиумов проходит на площадке ГРИНа. Думаю, что не отказываясь от строительства аквапарка, то есть там сейчас продолжается работа, она оказалась несколько сложнее и потребовала значительно больше согласования, поскольку предполагаемая построительная площадка, она в непосредственной близости находится от зоны отчуждения железной дороги. То есть там есть некоторые нюансы, но могу сказать, что в последнее время мы нашли существенно, улучшили и сблизили позиции РАОЖД и Орловской области в части совместного использования этих земельных участков. Надеюсь, что все-таки аквапарк у нас появится и станет зоной протяжения наших соседей уже семейного туризма. Ну, хорошо заканчивается хорошими финансовыми результатами Орловской Полесье. И наш зоовольерный комплекс, и в целом Полесье остается притяжением туристов. Ну и то, что мы сегодня, у нас достаточно скоростной транспорт, который позволяет к нам... Многие люди перестали ездить на машине в Орел, да, и пользуются ласточкой. Она стала действительно удобным видом транспорта между Москвой и Орлом. Мы уверены, что это тоже станет зоной протяжения. Но и упоминавшийся вами памятник Ивану Грозному породил отдельный туристический маршрут в турагентство Москвы. Просто специально возит людей посмотреть на этот памятник и посмотреть на Орел в целом. Вот интересные отзывы какие у гостей у наших? Знаете, позитивные, да, то есть в подавляющем большинстве позитивные, да, то есть в большую часть тех споров, которые случились у нас, людей просто, они просто кто-то не знает, кому-то они не так важны, как нам внутри. И уже сегодня состоявшийся памятник, он просто оказывается, ну поскольку он в первой стране, и у него есть там, ну то есть многим очень интересно на него посмотреть. Александр Юрьевич, не могу вас не спросить по поводу здания филармонии. Будет ли свое собственное здание? Речь шла о том, что ДК железнодорожников будет приобретена в собственности. Да, соответствующее решение, мы помним с вами, что это достаточно длинный процесс. Некогда руководство РАО ЖД нам категорически отказывало, но новые руководства РАО ЖД сблизили позиции. Сегодня вопрос о продаже нам этого здания, он уже находит в стадии там, ну, завершения согласования. И я думаю, что уже в 17-м году, ну, наш симфонический оркестр, наши филармонические коллективы, они продолжают и сегодня пользоваться этим зданием. Будет ли оно называться филармония? Ну посмотрим, да, то есть. То, что это здание будет использоваться в нашей филармонии, это точно. Почему я так говорю? Дело в том, что сегодня в здании ДК ЖД железной дороги, ДК ЖД, да, работают многочисленные детские кружки, кружки художественной самодеятельности. То есть там много людей, и этот дворец является центром притяжения для многих жителей железнодорожного района. Так вот, надо сразу сказать, что никакие детские творческие коллективы, да, кружки, все они должны остаться там, работать, и я просто знаю, что когда люди узнали о том, что предполагается использование этого здания уже как филармонического, да, то начали выражать озабоченность, да, куда уйдут дети, и не будет ли там, не возникнет ли там каких-то напряжений. Нет, не возникнет, есть поручение губернатора, и все, что там работает, будет работать, ну все здоровое, и все необходимое там будет работать. В том числе будет работать и Орловская филармония. Думаю, что в 2017 году все эти вопросы будут решены. Ну и, конечно, дальше у нас потребуются средства на содержание этого огромного комплекса. Реконструкция тоже наверняка, или косметический ремонт хотелось бы потребовать? Ну, дальше надо делать проекты, делать обсуждение этих проектов, и, конечно, там потребуется приведение его в порядок. Ну, то, что дело сдвинулось в мертвой точке уже хорошо. Ну, то, что дело двигается, и двигается достаточно интенсивно, это я могу вас заверить. Александр Юрьевич, практика личных приемов, она активно продолжалась в этом году, ряд поручений давал наш губернатор Вадим Владимирович Потомский. Что поменяется в будущем году? Я думаю, что существенных изменений не будет. Губернатор утвердил уже планы приемов членов правительства на 2017 год. У нас, ну, вот я могу сказать о себе, у меня минимум два личных приема в месяц. Я принимаю в здании администрации в 107 кабинете, как и все члены правительства. Помимо этого у меня есть ежемесячный выездной прием в одном из муниципальных образований. Я участвую в приемах, в приемной президента, и раз в квартал принимаю там как дежурный. И это, в общем-то, практически все члены. Единственное, о чем говорил губернатор, что, по его мнению, требуется улучшить, это сделать эти приемы более доступными. Базгульков, он справедливо указывает, что часто мы принимаем одних и тех же людей, что не дает двигаться очереди достаточно интенсивно. Он же тоже не откажет. Но тут, видите, свои сложности. Дело в том, что увеличивать существенную нагрузку во время приема с некоторого количества людей резко качество теряется. Потому что все-таки личный прием – это тяжелый, иморальный физический процесс. Поэтому у меня максимум было, по-моему, я до 26 человек принимал, но я могу сказать, что это очень сложно. Несколько часов. Это почти 6 часов. Это очень сложно. И кому-то приходится ожидать 6 часов, поскольку не все приходят первыми, то есть оказываются первыми в этой очереди. Поэтому мы ограничиваем прием 10-12 посетителями с тем, чтобы качественно иметь достаточно времени, чтобы вникнуть, рассмотреть заявление гражданина всесторонне в течение этого личного контакта. А еще приходится отслеживать, как решать вопрос? Ну, конечно. Там дальше, это же только первая часть этой работы, да, личный прием. Потом готовятся соответствующие документы, запросы, работа с ними, ответы на гражданам. То есть у нас бывают случаи, когда мы довольно часто и долго работаем с конкретным заявлением. Да, вот у меня на протяжении полутора лет была одна уважаемая дама, которой мы решили ее существенную жилищную проблему, да, и это потребовало почти полтора года различных, ну, слава богу, нам удалось решить эту проблему, да, она непростая была, но нашла свое решение в рамках закона и в рамках ее возможностей и прав ее и ее семьи, да. Поэтому, да, бывают граждане, которые обращаются повторно и бывают случаи, когда мы двигаемся шаг за шагом в решении этой проблемы, от приема к приему, то есть двигаясь как по лесенке и часто добиваемся нужного решения. Александр Юрьевич, сегодня много говорили с вами о будущем, а с какими чувствами встречаете 2017 год? Ну, я встречаюсь с самыми лучшими чувствами. Уходящий год для нас был очень важным, интересным, это год юбилейный для нашего города, была интересная, очень насыщенная программа в течение всего года, для нас он был чрезвычайно ответственным. Я уже упоминал, что это был год первосвятительского визита Святейшего Патриарха, для нас это тоже, для всех горожан уверен, тоже очень знаковые события. В течение этого года мы научились справляться с кризисными явлениями, мы многому научились, мы привыкли жить в условиях санкций, что тоже немаловажно. В течение этого года мы избрали себе новых депутатов Государственной Думы, избрали новый состав регионального законодательного органа, областного совета народных депутатов, избрали представительные органы в большинстве муниципальных образований, там же избрали новых глав. Это большая работа, очень ответственная и для всех, кто в ней участвовал, и для тех, кто теперь ее выполняет в качестве депутата или главы муниципальных образований. Мы родили вместе с вами почти 9 тысяч младенцев за это время, преодолели много интересных вещей уже в своей жизни, да, и уверен, что у всех было много радостного, интересного. Я хотел бы, чтобы то же самое было у нас и в следующем году, чтобы жили мы насыщенной, интересной жизнью, чтобы на это нам хватало и здоровья, и других ресурсов, которые нам нужны. При этом, пользуясь случаем, хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, благополучия, уверенности в себе и уверен, что у нас все с вами получится. Спасибо вам большое за беседу, успехов вам, здоровья и терпения в будущем году. Спасибо.